Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех клачей, в дикие джунгли, скорее. Собирайка, его веселые друзья. Надо теперь узнать, кто же, собственно... Вернее, в прошлой серии мы пришли в Libertadolio, и вот это поворот, сокровищ нет. Ну, вернее, правильно было бы сказать, как обычно нет, как всегда нет их, тут никогда нет. Ты ходишь, ищешь одни подсказки, а сокровищ нет и нет, и в конце игры, скорее всего, тоже нет. Ну, так часто бывает. Хотя, вот, если со скриптиз вот этой люстры по золоту, я уверен, что денег хватит даже, ну, даже на пару лет неплохо пожить. Ну, так вот, всё украдено до нас, и надо узнать, собственно, какая жаба вывезла отсюда всё бабло. Хотя, вот, именно вот это помещение, оно не очень похоже на какой-то бронированный сейф. Из чего главные герои взяли, что всё хранилось именно здесь, тоже непонятно. Опять, кстати, картина неплохая, которую, я уверен, можно продать, если залезть и отковырять её. Крутой прикид. Вроде даже форма. Крутой прикид. Уже сотый человек в этом прикиде. Молодец. Ты был охранником, да, молодец. Похвалили. Похвалили тебя, чувак, ты не зря служил и умер. После смерти пришли и сказали, что ты молодец. И, кстати, на его керасе значок Генри Эвери. У Генри Эвери на вооружении были керасиры? Хороший вопрос. А что, если сокровища не осталось? Они спустили всё на мраморные полы. И когда колонисты это поняли, они разозлились. Ну да. Может и так. Похоже на то, потому что стройка-то явно не дешёвая, а не каждый пират воровал миллиардами. Я смотрел документалку про... О, они на каждой картине написали. Вор, 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 вор. Они хотели забыть свою прежнюю жизнь, но... Видимо, войска... Войска королевы забывать не хотели. Вор, вор. Ага. А на картине М.Бонни... Надписи нет. Просто кусок оторвали. Может их Бонни кидануло. Хе-хе-хе. Вот это был бы номер. Вот, в документалке вообще сказали, что все пираты были в основном неудачники. Потому что всех их в итоге повесили. А те пираты, которые действительно разбогатели и стали губернаторами, тех никто и не знает, что они были пираты. Ты нашёл что-нибудь? Да ни черта. А ты? Тут так же. Ну, я нашёл, что... Статуя Бонни. Вот ещё один. Что тут произошло? У Эвери нет головы. А, я вижу, что можно залезть на цепочку, судя по всему, вот на эту. Нет. Сильно вряд ли до неё не достать. Капитан Эвери. Хорошиво он выглядит. Да, ему раздавили голову, как будто он Оберин Мартелл, сука, с горой подрался. А-а-а-а, ну давай, залезь. Нет, не залезь. Её картину разрезали, но не написали, что она вор. А вот та картина выглядит целой. Чья-то она не... Мэйвс. Вильям Мэйс. Это его мы, да, могилу там на кладбище искали? Шкаф. Шкаф. Вау. Что это? Записка с уликами, ты посмотри. Старая опись. Много сокровищ. Декларация груза корабля Дестини, отплывающего в Либерталию с Кингсбея. Тысяча серебряных могольских монет, 93 тысячи фунтов. 9 тысяч серебряных могольских монет, 84 тысячи фунтов. 14 тысяч золотых испанских дублонов, разорвать мне гланды, вот это да. 245 тысяч фунтов. Могольская статуя всадник на лошади Петр Первый, золото 500 фунтов. Могольская скульптура слон-бронза 20 фунтов. Могольская скульптура слон-бронза еще 23 фунта. Слоник-то располнял на 3 фунта. 100 железных испанских копий, 400 фунтов. 54 стальные испанские сабли. 50 железных пушечных ядер. 12 лошадей, 4 бочонка вина. Ну, понятно, набухались. Да посрались. Пираты, ёпта. Эх, хорошо. Собственно, какие нам нужны улики, Ватсон? Наконец-то Сэм пригодился. Чего нашел? И что? Мыши насрали, Нэд? Ну, я ж сказал, мы их видели на весах. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета. Все эти пустые полки. Оно было здесь. Да. Кто, блядь? Печатный станок? Вот только вопрос, куда она делась. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери. Тью. Основатели Либерталии. И везде написано вор. Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было. Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Подожди. Не стыкуются. Они отлили свои собственные монеты. И куда они их потом денут? Я знаю, где оно. Что? Где? У Всевышнего. Нет? Это карта. Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Дэвон. В режиме Дэвона есть такое. Посмотри, какие здоровенные Дэвона. Не улавливаю ход мысли Сэма, ну ладно. Там они и жили. Я знаю, где оно. Где? На потолке. А что ты взял? Хуй узнает. Посмотримся. Там написано Дэвон. Мы идем. Там написано Дэмон. А Ген Ревери был известен. Ой, блядь. Сэм, я тебя не пристрелил? Случайно нажал на триггер. Братан. Блядь, опасно. Пушки детям не игрушки. Так. Забраться. Забраться туда надо. И прямо из этой комнаты надо туда забраться, да? Блядь, Сэм, ты просто сыпешь идеями. Я даже понять ничего не успел, а ты уже что-то придумал. Нифига ты. Точно бабло почуял. А, ну, блядь, тут уже не наблюдательность. Тут дело скриптов. Так, готов? Пока Сэм не вскочит, Мэйтон не вздрочит. Так, шаг первый. Второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты удивлен? Кремик. Ну, что тут такие механизмы вообще? Спасибо. Ну да, как в этой люстре еще лампочки менять? Роскошно выглядеть. Лампочки. Свечки. Ничего, люстра на свечах ярко светила, что ли, интересно? Так, ну сейчас, походу, будем раскачиваться, да? Пока до следующей цепочки не долетим. Но я так и подумал, что цепочки тут неспроста. Ну, ты можешь побыть посильнее раскачаться-то? А-а-а! Качается только Дрейк на веревке. Сама цепь почему-то не раскачивалась. По их картинам будем лезть. А, вот зачем она оторвана. Я-то, я-то искал, думал, что, ну, что-то это знак какой-то. Просто маршрут. Да, смотри, я ему, я ему членом, блядь, по губам вожу. Кто это такой? Болдридж? Похеру. Видал, какой я опасный тип? Вандал, бунтарь, осквернитель. Бля, ни хрена такая скала вообще. Слышь, там дракона бы положить еще, распластать. Был бы вообще эпик, эпик вид. Ага, вот я вижу. Вижу эту дырочку. Так, а интересно, мой микрофон не шумоподавляет? От того, что... От того, что он слышит этот гул. Просто в конце прошлой серии голос херово записался, и я не понимаю, почему. Скорее всего, потому что шумоподавление его покоцало. Господи, быстрее баблюетин, ёптима. Так. Да, я понял, я понял, хорош. Нейт, видишь сокровище? Нет, а оно есть. За что ты 15 лет сидел? За убеждение. Так, а мне, походу, надо... По решеточке, да, по этой? Ну да. А ну не зря. В форме лестницы. Ха, мы почти дошли. Ха, он просто в восторге. Ага. Тебе помочь? Не откажусь. Так сокровище что, наверху башни, или что мы нахрена туда лезем? Чтобы оттуда долго-долго слезать потом. Давай. Что-то нашёл. Поберегись. И... Вот. Так. Как насчёт открытия, может, там хоть что-то ценное, нет? Археологи, хреново, их вообще ничего не интересует, кроме денег. Тут, наверное, Генри Эйверис и вертолёт сажал. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдём грабить награбленное. Я надеюсь, меня туда телепортируют за кадром. Ну, смотрите, они залезли и слезают, ну я же сказал. Внизу можно пройти? Ай, пожалуйста, камон, дайте дельтаплан какой-нибудь уже, ну. Зависит от того, не сорвёмся ли мы нахрен отсюда и не разобьёмся ли гиперам. Вот это поворот, сука. И чё? РПГ. А мне-то куда? Какие нахуй окна, ёптую мать? Всё. Я ничего не понял, ебай, какие окна, блядь? Что? Ну? Блядь, какие окна? Блядь, дайте мне хоть что-нибудь понять. Эй, РПГ! А, вот, надо просто вниз спрыгивать. Хотя там не видно никакой хваталки. Эти ребята очень любят крючатку! Эй, там вниз! Иду! Ты где? Я внизу, давай! Вот он, экшн, пошёл. Блядь, это такой ракет, что дверь не смог выбить, который тристолет исполнилось, да? Кажется, мы их разозлили! Да ладно! Как ты догадался? Иди, быстрей! Не жди, иди! Не жди, иди, у меня управление глючит. Бля! Ох ты, ёптую мать! Блядь, вот эту бы игру на двоих, реально, чтобы кто-то играл с Эмом, а кто-то с Дрейком, она бы была просто идеальна! Она была бы шедевр! Но, к сожалению, дали только тупого бота в напарнике, и это немножко всё... Какунькает немножко, скажем так. Вот как! Давай, наверх! Сберёмся, всё! Вон они! Суки, порешаю всех нахрен! Моё, моё сокровище! Благо, что у них что-то с точностью стало внезапно. Когда разденешься, да? Давай, блядь! Давай, камон! Сука, из-за чего этот дом сделан из соломы и говна? Ух ты, блядь, вообще! Вот оно, вот так, блядь, вся игра должна проходить! Вот оно, экшн, сука, наконец-то, блядь! Быстрее, давай! Нон-стоп, нон-стоп! Градус падает, пацаны, давай, пощемили, пощемили! А, всё, шутер начался. Сейчас они разлетятся, блядь! А, не, им похуй! План Б. Они обычно от таких гранат улетают просто. От двери надо было отойти, чтобы скрип открывания сработал. В упор, в упор кнопку жал, ничего не происходило. Блядь, отлично, Дрейк, ты, как, ты к кому ты подкрадываешься, блядь? Война идёт! Вот ебанько! О, ну давайте! О, езда на жопе, моя любимая! На нахрен! Ой, ну я ж нажал подпрыгнуть, ну камон, ну чё ты такой тупой? У него, наверное, этот... Толчок в жопе не откатился. Давай! Ну давай, Дарьяк, да! Камон! Сука! Сука! Всё хорошо будет, надерим! Сэм! Ни хрена там, Сэм просто. Мне кажется, что это последняя перестрелка Сэму почему-то. У него такое чувство, что сейчас... Ну да, ё-твою мать, сука, из птичьего дерьма понастроили, я так и понял. Ладно, попробуем еще раз. Да, давай повисим тут. Сейчас я пойму, на какую кнопку, блядь, раскачиваться. Вот раскачиваться надо только стиком вперёд. Я пытаюсь назад вперёд нажимать, но когда жмёшь назад, он делает вот это. И это пиздец как бесит. Чё-то всё стихло. Подозрительно. Ой, блядь, опять ты! Опять сестра Уберима! Да, с этой женщиной не добазаришься. Группа Манго-манго, знаешь? Это была шутка про стоп-слово, если кто не понял. Убей меня, и жаль, что вы нихуя не найдёте, дура. Вдвоём-то мы её... Ой! Ну, а без пистолета она уже не такая крутая, да? Каждая, чем я думал. Ну, я сам доверю найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это мой брат, у него 15 лет бабы не было, беги. Походу, у неё тоже мужика 15 лет не было. Ебать так... Да ладно! Блядь, застрели её нахуй из чего-нибудь, заебала бешеная сука. Чё ты орёшь, не можешь с телом справиться. Ой, блядь, по яйцам. А, нет, живот. Блядь, я сейчас её, сука, как Лю Канг, велосипедом за это закручу. Так, Сэма безбожно бьют пока я тут. У Дрейка такой стиль боя, он в любой ситуации вылетает в окно, походу. Смотрите, он подымается по верёвке, не перебирая руками. Это чё за механизм такой, интересно. Нихуя-то как Джакс прям. Костанул, блин. Прострели ей ногу нахуй, блядь. Ты шустрая, но недостаточно. Достаточно. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй, давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сейчас он. Сэма? Руслан Белый. Сейчас Руслан Белый, походу, выстрелит в Надин и убьёт их обоих, мне кажется. Нет, Рэйф, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну, давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять! Не шагу! Ну, хоть один. Сэм, убери пушку. Стреляй в Рэйфа, нахуй. Рэйф! Все! Не стрелять! Не стрелять! Бросай! Я забыл, что это детская игра, конечно. Никто тут никого не убьёт. Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмуэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно! Ты уже победил, расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты! Мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче... Ну... Ты хочешь найти сокровища? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. На доляну. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто, чтобы купить его свободу. В свободу. Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты... О чём сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине. Полгода назад. Это я вытащил Сэмэлла. Как это? Ну и зачем было пиздеть, Сэмэлла? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт. Я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм. Эксперт по Эвери. А как же я играл сцену с побегом тогда, если, блядь... Я дал на лапу кому надо, и Сэмэ выпустили из главных ворот. Чё за хуйня? Последние два года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне грешен. Сэм, скажи ему. А чё ж тогда за ним гнались, убить пытались? Чё за происходит вообще? Я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было... Я всё бросил ради тебя! Вот паскуда. Ну стой. Слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чёртов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм. Это меня взбесило. Но... Это всё позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рэйф. Что? Либо ты это закончишь, либо я. Слушать надоело. Комары изгрызли мою жопу, Рэйф. Упустишь что-то и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Стреляй! А то у тебя пизда вырастет. Ты прав. Детская игра победила. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, 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 стой! Отстой! Отстой! Да, конечно, удар об скалу лицом. И Джейк Нейтен сталь моляйся. Как выпал-то? Как зубы? На месте? Овсянку тебе пожевать? Блядь, как она его находит постоянно? У него что в жопе? Реально, GPS какой-то, блядь, установлен? Нашла его в каком-то городе на ебенях планеты. Нашла на острове, о котором, блядь, и знать-то никто не знает. Как она это делает? Мы приехали? Кто здесь вообще живет? Детская игра. Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Да тут Бэтмен, блядь, живет, ты не видишь? Он по ночам работает. И мы на месте. Ух ты. Братья Дрейки, блядь. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И устроим себе экскурсию. Ну, вон вход, наверное, с лампочкой, нет? Маленький Дрейк не может достать. Писем-то, смотрите, сколько натолкано. Письма из Хогвартса. Гарри Поттер, почему ты не отвечаешь? Так, ну что, нам нужно тогда, блин, окно открытое, да? Ой, блядь. Нужна ли была здесь эта отсылка? Эй, Нейт, смотри, окно открыто. Точно. Да, три недели дома никого нет, а окно открыто. Ну-ка, давай руку. Подарил бы ты мне Айрмакса, я бы сам допрыгнул. Блядь, так интересно играть в игру, где ты в роли балласта какого-то. А вот, я могу, я могу. Я уже думал, мне будет каждые пять минут руку подавать. Давай, Нейт. Я тебе сейчас подсрачника дам, ты можешь быстрее? Блядь. Фу. Стремно. Да, держи. У меня два. Два фонарика, нихрена ты, мажор. А мы какую-то конкретную комнату ищем. Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. И нахрена оно нам, если мы ищем вещи нашей мамы, блядь. У нее что, были книги-дневники? Пляшка. Тут ничего. Мисс Эвелин, меня зовут Кенчиро Кеничиро Намба. Меня зовут Кеничиро Намба Уан, ёпты бля. На прошлой неделе я был на вашей лекции в клубе путешественников, нах. Где вы говорили о своей последней находке в комплекте брони времен Токугавы. Крещение руси 75-й год до нашей эры, которую вы обнаружили на побережье Окинавы. Ваше выступление было совершенно изумительным, но вот тон вопросов из зала меня смутил. Я уверен, что признание и уважение за проделанную человеком работу не должны зависеть от расы и пола. Полагаю, нам обоим пришлось столкнуться с трудностями подобного рода. Ну да, ведь мать Дрейков была черной, видимо. Сегодня я пишу вам потому, что, как мне кажется, в мои руки попала французская рыцарская броня. Хотя я не уверен насчет страны и времени ее происхождения. Если у вас есть свободная минутка, я был бы очень признателен за любую помощь. Примите мои извинения, если это покажется вам слишком прямолинейным, но я буду в городе всего только месяц. В сентябре я отправлюсь в Исландию исследовать место погребения викингов. И было бы очень жаль, если бы мы не смогли встретиться до моего отъезда. И если вы согласны встретиться со мной, я становился в Леноксе. Я очень надеюсь, что вы не откажетесь на лучшем пожелании к Кичениру Нумба Ван. Нумба Ван ин Англия. Археолог Нумба Ван ин зе горлд Киченира. Мы заглядываем только в белые коробки, да? Неа. Не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Спускаемся. Сколько мебели в этом доме, это пипец. Тут какой-то барахольщик безумный, похоже, живет. Сейчас коробку откроем, а там, сука, валенки, блядь, пожранные молью. О. Ага, белый переплет. Я вроде нашел. Ну да, у нас же все белое. Нет, это не мамина. Реликвия Токугава Иясо, Киченира Нумба Киотский университет. Слышь, Сэм. Может, я сбрендил? Но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Ха, разумеется. Да? Да. Да все уебанские вазы, походу, династии Мин. Че за династия вазочников была, блядь? Че, что не ваза, а то династии Мин? Давай вместе. Готов? Это как яйца Фаберже, наверное, только вазы Мин. Толкай! 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 Вы потише не могли? Нет. А это что? Ого. Это саркофаги какие-то. Ага. Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Ммм. Сэм? Настоящее. Что это за место? Ну что, утащим вазочку? Ну, надо узнать. Ха. Мы, походу, в какой-то музей, блядь, залезли. Портрет-то какой. Кто это страшная баба? Че-то знакомая? Ну, не знаю. А этот древнеримский. Третий. Может, четвертый век. Да, это ты в своем детском доме все выучил. Какой ты умный. Сосуды для органов. Тотем. Тотем судьбы из этого. Хе-хе. Сентилдаун. А вот скрижали Акменры из Ночь в музее. Хе-хе. Хе-хе. Ну, среди грязного белья нам, наверное, точно искать, скорее всего, нечего. Все двери приоткрыты, главное. Эй, посмотри. Ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон. Ну, что ж ты? Хе-хе. Клево. Не знаю, кто такой доктор Ливингстон. Ты на мудака похож. И это не клево. Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Приходи к нам в клуб искателей приключений. Нихера тут клубешник. Приключений хватит на всех. Куда поедем? А? Ну, куда бы ты хотел поехать больше всего? Что я? Ну да. В солнечную Армению, конечно. Куда бы он хотел поехать, наверное. Индия. Индия. Бля, уж лучше в Армению. Там чище. Крючится, вертится. Индия, вообще, блядь, такая помойка. Советский Союз. Давай в Москву? Давай. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Да, и там и без вас гастарбайтеров хватает сидеть в своей Англии. Англия. Посмотреть бы Виндзерский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более, я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Да, телочки там жопастые, губастые, трясут там своими ляжками на карнавалах. Надо ехать. Да, и это тоже. Э, че такое? Эту я уже читал. Да? И как, интересная? Вообще-то суперская. Она про первую женщину-европейку, побывавшую в Алхасе. Смотри, африканские маски. Че за Алхаса? Это где вообще? Как минимум три разные религии. О! Смотри! Я Максимус, спаситель Рима. Ах, жарко в нем. Ничего не жарко, я думал, ты броню оденешь. Давай в шлеме будем ходить. Вдруг че на башку упадет. Повем. Я сомневаюсь, что тут вариативность какая-то есть. Эй, ты не слишком ли юн, чтобы на такое смотреть? Какие сиськи. А ты не слишком ли старт для таких шуток? Сочные какие. И вот раз не помех. Дойки. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Да, артефакт плюс 10 к мудрости, по-любому. Ух ты. Стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Хм. Да любая будет получше. Класс. Тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно. Какие пушки висят. О, крутой демонический шлем. Это шлем викинга? Ну ты что, у викингов не было рогатых шлемов. Это персидский. Прикольная функция. Можно шляпки надевать. Прямо симс. Интересно, они еще стреляют? Раз в год и палка стреляет, так что. Наверное, стреляют. Ого. Лоуренс Аравийский. Всегда хотел посмотреть фильм. Фильм. Рыцарский доспех. Французский вроде. А что это к нему пределом она за хрень? Турнирная подушка какая-нибудь, чтобы в нее копьем били? Эй, может не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Тут же не было никого, ты говоришь, давно. Какая разница? Ну, это уже дерзость, еще и музыку включать. Позволить добавить саркофаг из коллекции гробницы в Анахмахатепетепа, блядь, в нашем музее. Кого? Аминхатепа. Я прекрасно понимаю ваше нежелание с ним расставаться. В конце концов, вы нашли его раньше нас, но мы готовы очень хорошо вас вознаградить. Я обещаю вам саркофагом, чтобы вы пришли все аккуратно. Ля-ля, тополя, блядь, глава отдела такого-то там музея. Не люблю читать чужие письма, типа, да и впадал, да и смысла там нет. О, какой шлем классный. Клан Токугава, блядь. Так где тут мамкино барахло-то? Ммм, заперто. Ну, хоть что-то тут заперто. А у Сэма талант к телепортации я смотрю с детства. Там еще лестница. Завалена. Эй, вентиляция. Смотри. Точно. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. А как я туда залезу? Веревку-то кинь туда. И чего? Все, вентиляция отпадает. Давай ни с того ни с сего подвигаем этот шкаф. О, какая удача. Полароид. Полароид. Дай-ка сюда. Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Эй, мазафака. Эй, мазафака. Ха-ха-ха-ха. Не теряй. Да ее в минуту трясти надо, ёпта. Я помню, тогда давно эти фотки с Полароид оказались такой просто магией, блядь. Ладно, полезли. Куда? А, по шторнице. Только не грохнись. На совесть у них занавески прибиты. Тихо, вазочку. Тут трехтысячных давностей не разбей. Ой, да ладно. Теперь по булаве. Интересно, как они со всего этого пыль вытирали. Не вытирали ли они ее вообще? Вот. Вот. Ну, вообще даже вентиляция без пыли. Тут все стерильно, походу. А что это за больничное оборудование? Он умер, что ли? Сейчас. Винстон, да? Или что там? Вестон. А, отсюда тоже не открыть. Посмотри, может там есть ключ? Эвелин, я надеялся, что мне не придется отправлять это письмо. Я думаю, что после нашего разговора мои намерения были ясны. Я считал, что игнорируя твои попытки связаться со мной, я понятно выражаю свою позицию. Обнаружив, что ты отправила моей дочери чек, я осознал, что выразил свое отношение к этому вопросу недостаточно прямо, недостаточно для тебя во всяком случае. Я не нуждаюсь в твоих деньгах, а точнее я не хочу брать твои деньги. Я могу и сам позаботиться о своей семье, без твоей помощи это оскорбительно для нас обоих. Мы слишком умны, чтобы притворяться, будто подобные пустые жесты могут как-то оживить наши отношения. Те крохи симпатии, что еще теплились во мне, когда-то умерли в тот день, когда ты не соизволила даже появиться на похоронах отца. Он любил тебя до последнего вздоха, я нет. Я желаю тебе примириться с собой, чтобы ты там не искала всю свою жизнь, но требую, чтобы ты не пыталась связаться со мной ни с кем. Ты еще из моей семьи, Эдмунд. Дантес, наверное, блядь. Брат, наверное, ее, да, получается? Ну, это Эвелин и этот, Окинава этот. Как его там, блядь? Нашел. Ключик, блядь, как у Буратины. Давай его в камин сразу вставим, может там театр найдем. Телек такой тоже раритетный. Ну, что там? Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Да, там сортир, наверное, за ней, потому что я пока туалета не видел. Ого. Море дневников. Ну, поищем. Надеюсь, вам перфоратор соседский не слыхать. Неа. Царь Петр Великий, янтарная комната. Николай Юрков, Государственный университет Санкт-Петербурга. И что ты там написал, что комнату так и не нашли? И все дневники белые, сука, вы что издеваетесь? Нет. Сокровище викингов Финленда. Да, макулатуру. Мы богаты. Вот они. Райские богатства. Эвелин купила у коллекционера первое издание истории пиратства и целую пачку документов 18 века. Среди них обнаружилось одно очень интересное письмо от некоего Джозефа Бернса, который не только признается, что был в команде Генри Эвери, но и упоминает о огромную пиратскую добычу. Так и пишет, несместные богатства. Раз он отправил это письмо уже из тюрьмы, значит сокровища при нем тогда не было. Так где же оно? Бля, большая удача, да, что они именно на этой странице открыли именно этот дневник. Залезли, блядь, именно в этот дом, в эту самую коробку. Нужно посмотреть всю эту историю до самого начала нападения Генри Эвери на Ганг и Савай. Надпись на рисунке Джозеф Бернс. Надпись на карте «Последнее известное местонахождение». Надпись над письмом. Что это за пометки? Ого. Генри Эвери. Захват Ганг и Савай. Ого. Что это у тебя? Мы, блядь, собрались тут по матушке поностальгировать или про пиратов почитать. Ёпта-бля, ну. Это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Тебе что надо, зомби? Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Это злая баба из Лары Крофт. Тоже кашляет. Полицию. 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 Кто-то не дождётся, сейчас помрёт. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Что это у тебя голос провязался? Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И всё, он ни в чём не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... Мамин дневник. Вы дети Кассандре Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убило. И ещё не поздно. Может, пушку уберёте? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Она сказала кое-что, а не всякое. Ваша мама была таким историком, каких ещё поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но её болезнь... Простите. Да. Ничего. Это было давно. Из всех её открытий... Это могло стать величайшим. Сигпарвис Магна. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Господи. Наши обычные застольные темы. Латыни, история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе её теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придётся отказаться. Как и от многого другого. Извините. Старушичья болтовня. Это не только моё, но и ваше. Кто знает? Может, однажды вы закончите то, что она начала. Бегите, я за ложный вызов платить не буду. Я ебала. У меня пенсия, скажи, 7 тысяч рублей. Значит, сможете сами выйти. И то за то, что ветеран труда. Курение убивает. Нет, 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 нет. Капля никотина убивает лошадь. Так что старуха ещё нормально продержалась. Целую выкурила. Ты пойдёшь на место. Ты со мной. Быстрее. Подожди. Опять всё у Дрейка ломается. Даже когда он меньше и легче, всё равно всё ломается под ним. Да, либо за брата понервничать, что ли. Я держу, прыгай. Ещё три машины. Тут что, стрельба какая-то? Стрельбу услышали или что? У главных ворот вроде никого. Главные ворота. Ясно? Я тихоньку. Хорошо. Нейт, ты живой? Этап, не двигаться! Не двигаться! Бегом! Не сдамся, мусорам! Стреляй по ногам! Чё ты жмёшь? Ждёшь. Нахуй, я на зону не сяду. А мой долбоёб почему-то не перепрыгивает. Он почему-то решил, что ему надо подпрыгнуть вверх. Дегенерат, блядь, малолетний. Зови подмогу! Уже вызвал! Последнее предупреждение! Зови подмогу! Мы не можем сдержать двух детей. Мы, блядь, куча дебилов. Вот чёрт. Хуй тебя, ёпт, придурок. Паркур! Пиздец, она сюда чё, спецназ вызвала, что ли? Откуда столько народу-то? Бегом! Отчёт! Они уходят! Помойка, быстрей! Лошары, блядь! Дукалис бы и то догнал. Они уходят! Обратно к главным воротам! Чё не стреляет-то никто хотя бы в угол? Залезай, погнали! Ну что, держишься? Ну, вроде всё. Давай передохнём немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так. Слушай меня. Мы ни в чём не виноваты. Эта старуха была... Короче... Больна. А ты можешь жалеть её, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. Не можешь вернуться? Почему? Ну-ну. Нет, я серьёзно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага. Копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там в доме ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. А как они узнали вас, интересно, что вы Натан и Сэмюэл Морган? Я всегда знал, что нас с тобой ждёт что-то великое. Но прежде не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. Лебануц. Что касается фамилии, мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе далеко пойдём. Что скажешь? Натан Дрейк. Так вот, почему у них фамилия-то другая. после этого всё изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай, не дёргайся. Даже шишечка не вылезла, только кожу ободрал. Нихуя ты терминатор. Когда мы в то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял. Ну, или думал, что потерял. А... Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и всё. Теперь ты всё знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж всё. Но... Это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко. Я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала. Идти на звук выстрелов. А, конечно. Приём, Салли. А. Привет, крошка. Как он там? Да. Ну, что ж. Это многое объясняет старый ты, блядь, Иуда. Теперь остаётся спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты всё-таки с нами? Ну, ещё бы. Что там с Сэмом? Он у Рэйфа. Чёрт. Ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придётся очень быстро. Понял. Эй, эй, а сокровище? Забудь. Моё сокровище меня нашло. Алькасар Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп. То есть его долг побег? Да, Сэм всё придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом. Ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Накрасилась бы хоть что-либо-то. Ты права. Пошли. Она только пришла, только попала в этот замес, но уже почему-то такая грязная вся, мне кажется. Чтобы не запариваться с перерисовкой персонажа дважды, наверное. Сокровища где-то там. Надо только спасти Сэма, пока они их не нашли. Да, но, естественно, спасать Сэма и мир и всё остальное будем уже в следующей серии, так что что-нибудь выжмите, что-нибудь пишите и всё такое. Еда милая, не стой там. Возможно, там крокодилы. С другой стороны, крокодилы своих, возможно, не едят. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.